У меня очень хорошее впечатление, потому что самое главное – это активная позиция, готовность именно участвовать, именно работать. Это самое главное, и лишний раз говорить, что это очень правильный шаг с нашей стороны, потому что здесь есть как проблемы, так и понимание того, что их проблемы сообщают, что сейчас появляется инструмент. И тут так, заниматься этими проблемами за счет образования региональных подразделений РУАД, ну, надеюсь, что это собрание всем участникам понравилось, но дело даже не в том, что это положительное впечатление от собрания, а в том, что я надеюсь, что это начало хорошей работы, которая принесет пользу всем ключевым игрокам автобизнеса, по-моему, для вашего региона. Чехоприятий очень понравилось. Оно было первое такое у нас после длительного, наверное, необщения, было первое такое заседание, когда все собрались не в онлайне, а в офлайне. Предоставилось возможность выговориться, предоставилось возможность увидеть друг друга, пообщаться, поделиться какими-то мнениями, событиями и планами на будущее. Я очень рад, что все восприняли все позитивно и с надеждой в будущее. Практически все из заявленных, все приехали, вот, даже приехали те, кого забыли пригласить, это было очень здорово, это уже успех большой. Ну а то, что родилось в качестве, наверное, каких-то бизнес-идей, это, я думаю, получит продолжение у нас уже в дальнейшей работе. И очень многие идеи, они понравились, и будем их трансформировать на все общество. Для чего нужны эти мероприятия? Я считаю, что без этих мероприятий вообще нет, наверное, никакого смысла проводить любую общественную деятельность. А общественная деятельность, она жиждится именно на встречах. Вот встречи, ну, место красивое, погода, слава богу, хорошее, кормят вкусно. А какие кипели страсти, это надо было слышать и смотреть. То есть люди, во-первых, а, истосковались по живому общению, телефон уже у всех ушей стали в два раза больше. Вот, поэтому работать в этом направлении нужно, важно и обязательно. То есть встреча в неформальной атмосфере, она гораздо продуктивнее, гораздо, наверное, ну, вот эти неформальные все эти позывы, они больше вычленяют позитивных и нужных моментов для дальнейшей работы. Это нужно помнить и всегда этому следить. Это первое мероприятие для меня. Ну, что касается важности, то, что я услышал, это консолидация всех вопросов основных. В принципе, вопросы озвученные для каждого дилера, наверное, идентичные, но разрозненно решать очень тяжело. Что касается потребительского экстремизма, что касается общей организации работы внутри дилерских центров. Поэтому, наверное, как можно чаще надо проводить онлайн-встречи и такие, хотя бы, может быть, ежеквартально собирать собрания уже, скажем так, персонально, где люди видят от друга. На мой взгляд, сейчас стала больше видна необходимость у таких объединений, общений, потому что несколько лет назад к этому, наверное, еще дилерское сообщество было не очень готово к тому, чтобы решать какие-то общие проблемы вместе. Сейчас, ну, на мой взгляд, даже по тому количеству дилеров, которые здесь собрались, видно, что больше интереса к более качественному, квалифицированному общению и к постановке каких-то совместных задач и их совместному решению. Сегодня мы это увидели как раз во время собрания. Дилеры очень по-разному относятся к цифрам, то есть есть те, которые очень подробно, детально анализируют и залезают очень глубоко и находят в цифрах именно возможности для дальнейшего развития. Кто-то, наверное, смотрит пока еще на цифры так достаточно поверхностно. Но поскольку растет конкуренция, рынок становится жестким, я имею в виду не столько прошлый год, а такие более сложные времена, когда нужно рынок детализировать достаточно подробно. То есть, с одной стороны, допустим, ситуацию своей марки в сравнении с другими регионами, именно свой региональный, долю рынка, динамику, смотреть конкурентов помодельно, цены смотреть автомобиль с пробегом и так далее. То есть, на самом деле, цифр очень много, и я знаю, что многие дилеры на них даже детально строят KPI для своих сотрудников, и важно, наверное, ими обмениваться достаточно быстро, и, может быть, даже какие-то неофициальные какие-то вещи смотреть именно региональные, не дожидаясь, пока придет цифра дистрибьюторов. Это первое заседание, первая встреча такая, скажем так, коллективная, и понятно, что многие приехали, и я в том числе, только поддержать Вячеслава, потому что ходили слухи уже год назад, что он собирается быть президентом, соответственно, мы в него верим, давно его знаем, и приехали поддержать. Мы сейчас находимся в молодом рынке, можно сказать, по сравнению с европейским или американским, и у нас достаточно много проблем, которые необходимо решать именно совместно. Поэтому объединение, это, конечно, дает возможность эти проблемы решить как можно быстрее. Фактически, получая автомобиль дешевле, мы должны увеличить стоимость, а по этой стоимости уже клиенты, конечно, машины не покупают, поэтому надо сделать так, чтобы НДС платить только один раз, то есть это нормально. А сейчас государство этих денег не получает, потому что, соответственно, мы не стараемся покупать юридических лиц автомобили. Следующий такой сложный момент, это, прежде всего, связано с потребительским экстремизмом. Мы видим, что сейчас очень большое количество юристов задействовано в этом процессе, и, соответственно, когда заканчивается срок гарантии, все время эти машины начинают ломаться, и здесь юристы подключаются. Мы видим одни и те же компании юристов, которые занимаются в возврате автомобилей производителям и дилерам. Продолжение следует...